Наше пребывание в СНГ, мы считаем, обуславливается прежде всего той необходимостью, которая продиктована самой нашей жизнью, нашей совместной историей, нашим развитием. В Содружестве мы видим структуру, которая представляет широкую возможность для поддержания прямого межгосударственного диалога, обмена мнениями и обсуждения насущных вопросов, решения споров, разногласий между государственными участниками с учетом взаимных интересов и созданной мощной договорно-правовой базой в наработанных инструментах и механизмах для взаимодействия. СНГ служит важной площадкой для выработки взаимоприемлемых подходов с координированных практических мер по активному использованию имеющегося потенциала в сфере торгово-экономической сотрудничества, упреждению, противодействию экстремистской деятельности и, что особенно важно, взаимному общению граждан на постсоветском пространстве, решению вопросов, я подчеркиваю, каждодневного характера. Важнейшим фактором значимости СНГ является углубление сотрудничества в области транспортных, коммуникации, транзита путем предоставления взаимных льгот, преференций, реализации согласованной эффективной тарифной политики, а также разработки и развития новых взаимовыгодных транспортных маршрутов. Есть прекрасная мощная база, которая может служить хорошим основанием, фундаментом для того, чтобы мы решать могли любые вопросы сегодня в рамках стран, входящих в состав СНГ. И значимость СНГ, кстати, подчеркивается сегодня и в ООН, и в других международных структурах. Считаю, что СНГ должно иметь свое место в рамках постсоветского пространства. И убежден, что оно ни в коем случае не будет перечить или противостоять, и не должно оно противостоять тем организациям, объединениям, которые сегодня так нужны для того, чтобы находить общее решение и видеть общее будущее тех стран, которые сегодня входят в состав Евразии.